Независимые подвески, пневмопружины, нижний рычаг вообще алюминиевый, рама отсутствует. Друзья, привет! Мы с вами находимся под новым внедорожником Land Rover Defender. Во всяком случае, именно с таким имиджем, с таким настроением нам его презентуют. Ведь во всех рекламных роликах этот автомобиль все время куда-то карабкается, ныряет в броды, лезет по уши в грязи. В общем, нам говорят, что это абсолютно честный вездеход. И мы сегодня в этом разберемся. Причем, в компании с Defender у нас есть Jeep Wrangler Rubicon. Сегодня мы узнаем, какая же из компаний лучше обошлась со своим главным имиджевым продуктом – Jaguar Land Rover или Concern Chrysler. И несмотря на то, что на первый взгляд эти автомобили абсолютно не похожи друг на друга, у них есть пара общих черт. Например, под капотами у них двухлитровые моторы, а стоят они 5 миллионов рублей. Очень я люблю вот этот автомобиль, но давайте все-таки разберемся пока с Defender, потому что у нас во вторую не было даже первой встречи с ним. Фактически вот она, поэтому интересно разобраться, что же там в конструкции. И если сзади нижний рычаг алюминиевый, то передняя подвеска, она вся стальная. И мне очень нравится размер этих деталей. Да, понятно, что она независимая, здесь нет больше такой неубиваемости и выносливости, как у моста, но тут и шаровые опоры очень крупные, сами рычаги толстенные, поворотный кулак, он внушает уважение. И даже рулевые тяги, ну, в общем, по современной мерке, они действительно крупные. Вообще, компания Jaguar Land Rover очень сильно упирает на то, что конструкция этого автомобиля очень жесткая. Жесткость кузова накручения очень велика, потому что здесь внутри порогов идут еще силовые трубы. Собственно, именно с ними связано то, что здесь слегка из-под днища выпирает у нас защиты, такие аэродинамические щитки, потому что они прикрывают как раз здесь подрамник, еще какие-то проушины, крепления. А вот сзади вот эти выступы — это бензобак, крупный бензобак. В общем, если так посмотреть снизу, то здесь все абсолютно плоское, очень неплохо подготовлено к тому, чтобы где-то ползать. Но понятно, что такой, знаете, безжалостной эксплуатации, как это было с предыдущим Defender, или которую допускает Ranger Rubicon, вот вся эта конструкция, я думаю, что уже вряд ли выдержит, ну, потому что она уже более нежная, более современная. А вот с геометрической проходимостью у нового Defender все неплохо. Вы уже заметили, что у него очень короткий свес. Единственный момент — это колесная база. Она здесь очень длинная. Во всем концерне Jaguar Land Rover длиннее только длиннобазный, собственно, Range Rover. Ну, давайте посмотрим. Сейчас у нас нормальное положение пневмоподвески. Вот это штатная, такая вот довольно прочная защита. И под ней у нас получается 207 миллиметров. В нормальном режиме мы уже померили в поднятом положении — это плюс 60 миллиметров, то есть практически 27 сантиметров под защитой. Действительно, по нынешним меркам, да и по любым абсолютно меркам, это очень-очень достойный клиренс. Более того, если что-то пойдет не так и в этом положении, в поднятом, вы еще на что-то сядете брюхом, то машина еще приподнимется на три с половиной сантиметра и доведет просвет более чем до 30 сантиметрового. Вызывает уважение. Правда, знаете, что эти цифры мне больше всего напоминают? Land Rover Discovery третьего и четвертого поколений, потому что те машины на самом деле вели себя очень похоже. Там тоже независимые подвески, тоже пневмобаллоны, которые позволяли очень сильно увеличить дорожный просвет. И в целом, мне кажется, по духу вот этот Defender — это как раз продолжение все-таки не исторического того Defender, равного простого УАЗика, который сгнивал в наших условиях, а именно такая реинкарнация переосмысления Land Rover Discovery четвертого поколения, потому что не секрет, что многие владельцы тех квадратов, когда вышла машина пятого поколения, в ужасе от нее отвернулись, потому что этот дизайн никому не нравился. Здесь же, только посмотрите, действительно классная работа экстерьерщиков, милая машина, причем вся эта мультяшная форма очень хорошо скрывает истинные габариты, потому что на самом деле Defender — это очень-очень крупный автомобиль. Если, например, вы поставите его даже рядом с каким-то микроавтобусом вроде Hyundai Grand Star X, то эта машина на дороге занимает даже больше места. Вот такой нюанс. И на самом деле, когда сидишь за рулем, то чувствовать все эти большие габариты с первого раза не так и просто. А еще любопытно, что такой огромный капот, обратите внимание, здесь есть даже имитация алюминиевых рифленых площадок, правда, наступать сюда я никому не рекомендую, если, конечно, вы не хотите обновить свой полис каска. Так вот, под этим огромным капотом прячется, ну, прячется сначала накладочка, а вот если мы снимем эту накладочку, иди ко мне, то увидим, что мотор действительно спрятался. На самом деле, его с первого взгляда и не видно, зато отлично видно одну из двух турбин. Этот мотор двухлитровый турбодизель, это вариация 240-сильная, только представьте, 2 литра 240 сил. На моей BMW легковой после чип-тюнинга с двухлитров дизельных снято меньше, чем у этого вроде как вездехода идет с завода. Интересно, учитывая такой уровень форсировки, насколько хватит этого двигателя, вообще выбор силовых агрегатов, но достаточно обширен. Есть еще 200-сильная вариация этого дизеля, там тоже две турбины идут, в целом моторы по железу абсолютно идентичны, но есть более интересный вариант, на мой взгляд, это рядный шестицилиндровый дизель, который по мощности введен в налоговые удобные 249 сил. Честно говоря, именно шестерку я бы сюда дизельную и поставил. Ну а для ценителей, для тех, кто любит погонять, есть вариант с гибридом. Мощный бензиновый мотор плюс электромотор, суммарно 400 лошадиных сил. Такой Defender едет до сотни за 6 секунд. Традиционно для Land Rover здесь забор воздуха в двигатель выведен в левое крыло, вообще глубина преодолеваемого брода у Defender рекордная для серийных внедорожников 90 сантиметров. Вот у того красного парня для сравнения 75. Что еще из интересного? Хорошо заметно, что силовая структура здесь алюминиевая. Вот стаканы алюминиевые, лонжероны алюминиевые. А вот, кстати, крылья стальные здесь. Вот такой гибрид. Вообще, если снять все навесные панели, будет очень интересный кузов. Алюминиевый, на заклепках, на клее, похожий на такую пространственную раму. И лучше всего это заметно, когда открываешь дверь багажника. Чуть позже мы к этому вернемся. Еще из интересных моментов, посмотрите, выведенные сыпуны из трансмиссии, из переднего и заднего редуктора, из коробки передач. Действительно, машина готова к тому, чтобы нырять под воду. Ну, а еще для интересующихся, в этот бампер можно поставить лебедку штатную. Она вписана даже в ОТТС. То есть, в принципе, если вас на дороге остановят с любой лебедкой, вы можете сказать, дружище, она сертифицирована. Ну, еще из интересного, все-таки не очень я представляю, как все это богатство окунуть в какую-нибудь грязевую лужу. Потому что здесь, например, два интеркулера. Здесь же последовательный наддув, хитрый, комбинированный, точнее даже не последовательный, а каскадный. Вот один интеркулер. С той стороны еще один спрятан. Очень-очень замороченный, очень сложный силовой агрегат. Коробка передач 8-ступенчатый ZF. В общем, не знаю, конечно, совсем это не похоже на то, что было у Defender. Еще один важный момент для внедорожника – это колеса. У нас здесь 19-дюймовый, а минимальный размер, который может быть у Defender, 18 дюймов. Да, это совсем не похоже на те 16-дюймовые 35-е, которые вы ставили. Но, честно говоря, я сегодня не хочу делать такой вечер воспоминаний, что была простая кондовая машина, на которую можно было прикрутить любые колеса, ехать куда-то в болот и на Ладогу Трофи. Друзья, времена поменялись. Естественно, если вы хотите Трофи для вас, рынок поддержанных машин, ищите там Defender. Наша задача сегодня разобраться, что же это за автомобиль, потому что я на нем поездил, и есть определенные нестыковки. Первая из которых, конкретно эта версия, стоит 5 миллионов 200 тысяч рублей. Сумму вы, наверное, сейчас в голове уже осознали. И когда за 5 миллионов 200 тысяч рублей вы покупаете машину и открываете салон, у вас есть определенный уровень ожиданий. И сейчас вы напишите в комментариях, соответствует ли этот интерьер тем самым ожиданиям. Да, когда впервые садишься в Defender, он тебя в себя влюбляет, потому что здесь все очень мило, очень стильно, приятные крутилочки, да, все вроде бы цифровое, но здорово, здорово. Красиво это сделано, интересные материалы отделки. Однако, собственно, те самые материалы отделки. Люди из Land Rover очень гордятся тем, что эту машину, как и прежде, можно мыть из шланга, потому что снизу здесь нет ковров, резиновые коврики, под ним еще один резиновый коврик. И, собственно, видимо, никакого мата шумоизоляции там нет, и электронных блоков там тоже нет. Хотя с трудом себе могу представить, кто будет действительно тут что-то поливать. Но на второй-третий день начинает уже сказываться все-таки простота, нарочитая простота этого интерьера. Вот такой здесь везде прорезиненный пластик. То же самое по удобству пользы. Например, наверняка уже владельцы Discovery взгрустнули, потому что дверные карманы здесь очень скромные, бардачок здесь небольшой. Центральный бокс — это только за доплату. Вот в нашей версии здесь пустота. Может быть третье сиденье складное центральное, а может быть такое здоровенное бюро с двумя поручнями, с ящичками. Тогда будет как-то поудобнее, потому что сейчас, когда нет даже подлокотника, мне не очень нравится. В общем, на мой взгляд, есть явное несоответствие все-таки этого интерьера и цены. Окей, внешность мы все понимаем, она действительно красивая, она отсылает к каким-то коренным ценностям компании. Но вот этот интерьер, я думаю, что надо было все-таки по комплектациям развести их посильнее. А когда ты начинаешь копать глубже и переходишь назад, тут тоже начинает кое-что тебе прям не нравится, особенно учитывая цену. Ну, прежде всего, главная хорошая новость, что здесь с запасом места все в порядке. По коленям простора больше, чем в Discovery 3, 4 и 5. Сама геометрия посадки тоже поудобнее, потому что повыше диван. Но каких-то дополнительных приятных штук практически нет. Например, даже дефлекторы здесь обогрева отсутствуют, не говоря уже про электрообогрев подушки. А ведь это средняя комплектация. Да, есть USB-разъемчик для зарядки гаджетов, но вряд ли он компенсирует отсутствие тех самых дефлекторов. А еще такой неприятный момент. Например, спинки заднего сидения здесь не регулируются по углу наклона. Вот это меня удивило. Ну и трансформация. Сперва надо откинуть подушку, затем откинуть подголовник, затем уже опустить спинку. И получается ровный пол, правда, достаточно короткий, потому что багажник это не самая сильная черта дефендера. Но когда вы его открываете, сразу хочется передать привет британским инженерам, потому что вот такой скромный проем обусловлен тем, что за декоративными панелями кроется сплошная силовая структура. Собственно, благодаря во многом вот этой рамке кузов дефендера и получился таким прочным. Но в остальном, да, на фоне Discovery 3 и 4 багажник здесь гораздо скромнее. Подполье, но спасибо, что здесь есть ящичек. Мне нравится, кстати, что колесо запасное висит на двери, причем петли уже готовы к этому, то есть даже какие-то внедорожные колеса вы сюда можете повесить, ведь и это колесико маленьким уже не назвать. Но я думаю, что, конечно, многие, если не большинство, будут покупать дефендер за счет вот этих милых вещей, вот этих дизайнерских находок. Конечно, это все очень мило, очень красиво. Единственное, что видите, российские условия, не каждая мойка способна все это хорошо и грамотно очистить. Ну, в общем и целом, по дефендеру я вам уже все рассказал, остальное из-за руля. Давайте быстренько напомню, что такое Jeep Ranger поколение JL. По большому счету это все то же самое, что и JK. Единственное, в трансмиссии здесь появилась муфта, которая позволяет ездить на полном приводе по обычным дорогам, то есть не только жесткое подключение переднего моста, как было раньше. Но во всем остальном, если мы заглянем под этот красивый кузов, вот она рама лонжеронного типа, вот они мосты, все остальное, все очень массивное, невероятно огромное, невероятно прочное. Единственное, что под капотом здесь нетипичный мотор для Rengler. 2 литра, бензиновый, правда, естественно, с надувом, 270 лошадиных сил. Да, друзья, вот такие времена. Давайте я вам его покажу, потому что мне просто лишний раз хочется прикоснуться к этим оригинальным замкам ренглеровским. Поднимаем, нащупываем. Опа, газовых упоров здесь нет. Капот очень тяжелый. Вот он, да, джип 2 литра, тоже скромненький моторчик. Традиционная американская культура здесь производства. Трубочки, шланги, все достаточно хаотично переплетено. Но, что интересно, конкретно у этого тестового автомобиля пробег уже 41 тысяча километров. Честно говоря, за всю историю работы в Авторевью я впервые встречаю машину, которая в пресс-парке смогла достичь такого пробега. И вы знаете, с ней до сих пор все хорошо. А для такого, для корреляции с обычными условиями, я думаю, что можно вот этот тестовый пробег смело умножать на 3, что уже неплохо для этого силового агрегата. Ну что же, достаточно статики. Мне кажется, настало время разобраться, кто же из этих автомобилей игрушка, а кто настоящий вездеход. Хотя вы знаете, по-моему, зачастую эти слова абсолютные синонимы. В общем, поехали. Сегодня у нас снегопад, поэтому мы начнем, естественно, с оффроуда. Наверное, это вас интересует больше всего. Но прежде чем мы доедем до карьеры горочек и относительно глубокого снега, пару слов про интерьер Рэнглера, потому что он этого действительно заслуживает. Здорово здесь все стилизовано, но при этом сделано достаточно функционально и удобно, и современно. Мне не очень только нравится вот этот яркий очень экран в центре приборной панели. Сами приборы получились достаточно скромными, мелкими, считывать информацию с них не очень удобно. Поэтому прежде всего пользуешься вот этим экраном. Есть одна особенность, очень большая ступенька по яркости экрана между дневным и вечерним режимом. Хочется найти нечто промежуточное, потому что дневной даже в городе бьет тебе в глаза, а стоит сделать его чуть-чуть потемнее, уже слишком блекло, слишком тускло. Мультимедийная система прежде всего радует возможность смотреть красивые картинки по работе автомобиля вне дорог, крен, угол наклона, что у вас происходит с дифференциалами, какая включена передача. Все-все очень здорово, температура трансмиссии. Это мне нравится, это удобно. Но в остальном действительно классно. Постоянно находишь такие отсылки-пасхалки к прошлым автомобилям. Вот здесь Виллис, здесь написано Рэнглер, на углу лобового стекла тоже едет Виллис. Здорово, здорово. Жаль только, что даже в 21 веке Рэнглер не удостоился хороших кресел. Вот эти жесткие стульчики, они тебе утомляют уже через час-полтора езды, спинка плоская, совершенно тебя не держит. Вдобавок ко всему здесь отсутствует упор для левой ноги, а он с учетом этого никудышного кресла помог бы с перераспределением массы тела. В общем, такой недостаток, на мой взгляд, существенный, потому что ведь на этой машине хочется ехать куда-то далеко. Она не создана для того, чтобы толкаться в пробках и доезжать 20 минут до ближайшего магазина. Нет, когда я вижу этот капот, это узкое лобовое вертикальное стекло, мне хочется ехать далеко. Ну, сейчас, собственно, и поедем. Не очень далеко, но, поверьте, там будет интересно. Из-за того, что эти автомобили у нас оказались в самые короткие дни в году, я буду комментировать то, что происходило в том карьере чуть-чуть удаленно, потому что сделать это онлайн у нас не вышло из-за того, что уже просто-напросто стемнело. Так вот, естественно, я отправился первым на рендлере, потому что ни у кого не вызывает сомнений, что это настоящий, честный, очень проходимый автомобиль. Каково же было мое удивление, когда я спустился вниз, и в этом не очень, на самом деле, еще глубоком снегу, буквально 15 там сантиметров, и был снежный покров, автомобиль отказывался ехать. Но, как вы знаете, проходимость любого, даже самого совершенного внедорожника определяется сцепными свойствами шин. Собственно, в этом оказалась причина. Свыше 2,5 бар было давление, опустив его до двоечки, машина поехала. Действительно, рендлер очень способный автомобиль, но есть определенные нюансы. Мы ведь знаем, что прежде всего он был создан для рок-кроулинга, да, для того, чтобы переваливаться где-то в горах, по камням. Именно поэтому у него нет никаких выступающих деталей, которые бы могли повредиться под дверями. Идут мощные пороги, которые первыми примут на себя удар. Можно даже вокруг них повернуться, если упереться в какой-то крупный камень. И там, действительно, у меня абсолютно нет вопросов. Это очень-очень совершенный автомобиль, потому что вы просто включаете понижайку у Рубикона, коэффициент понижения 4 к 1. Ни у одного другого серийного автомобиля в мире такого больше нет. Блокируете все дифференциалы, распускаете передний стабилизатор поперечной устойчивости, что доводит ход передней подвески до какого-то совершенно сумасшедшего уровня. И медленно себе ползете с камушка на камешек, без пробуксовки, потому что у вас будут стоять, скорее всего, АТ-шные или МТ-шные уже покрышки. В общем, там все здорово. Но в снегу эта супер понижайка начинает работать в негативную сторону, потому что Рэмблер хочет ехать вниз, а не вперед. Вы ведь не забыли, что у нас здесь двухлитровый турбомотор бензиновый, мощностью 270 лошадиных сил. И у него достаточно взбалмошный характер, который на внедорожье мне совершенно не нравится, потому что момент возрастает лавинообразно. Вроде бы ты аккуратно-аккуратно дозируешь газом, потом бах, все взрывается, идет пробуксовка. Не совсем то, что на самом деле нужно внедорожнику. И меня еще смущает, что как только даешь этому двигателю нагрузку, допустим, побуксуешь крутой подъем, даже сейчас, зимой, сразу же начинают работать вентиляторы, подрастает температура масла. Мне кажется, это не тот мотор, который нужен джипу, если использовать этот джип, собственно, по назначению. Ну и раз железные и честные блокировки не работают, остается уповать на электронику. И здесь джип выступает, в общем, достаточно средненько. Никаких специальных режимов нет. Да, определенные имитации, безусловно, присутствуют, но работает она, скажем так, олдскульно. Идет достаточно мощная пробуксовка, затем тормоза прихватывают, колеса буксующие, машина продвигается вперед, затем обороты опять падают. В общем, да, он как-то едет, но это не выглядит уверенно, и, по-моему, это достаточно безжалостно к автомобилю, потому что вы просто утапливаете в пол, педаль газа, обороты подскакивают. Это не совсем то, что бы я хотел. В общем, будь здесь еще и совершенная электроника, вот тогда да, это был бы, наверное, самый проходимый среди серийных внедорожников именно в заводской спецификации. А так, друзья, как бы удивительно это не звучало, но сейчас Ренвер выглядит бледнее, чем Дефендер. Ведь не забывайте, что по геометрии Лендровер тоже лучше. Например, угол рампы в самом высоком положении там явно больше, и на тех перегибах, где Ренглер уже садится на брюхо, Дефендер проползает. Ну, а Дефендере чуть позже Ренглеру спасибо за то, что он остался таким честным, простым и понятным. Я думаю, что джиперы старой школы его полюбят, хотя, безусловно, Рубикон за 5 миллионов рублей выглядит достаточно странной покупкой. Можно взять базовую версию, поставить туда блокировки пневматические, сделать лифт, и тот же самый комплект, который отвязывает передний стабилизатор, вы тоже можете установить на любой Ренглер. В общем, сама по себе вот эта заводская внедорожная версия, на мой взгляд, далеко не лучшая покупка. Тем более, что если вы поставите пневмоблокировки, то сможете использовать их не только на пониженном ряду, в отличие от Рубикона. А это, согласитесь, иногда бывает полезно. Например, в те самые горки, когда на понижайке не хватает инерции, не хватает хода, там вы на повышенной с блокировочками и залетите. Ну, а теперь давайте разберемся, собственно, для каких целей можно покупать Ренглер. Ну, первая, я думаю, и основная для многих, это просто красиво и стильно кататься по своим делам, без какого-то тюнинга, тем более, что тогда силовой агрегат действительно способен удивить. Причем тех, в основном, кто находится вокруг вас, как только вы нажимаете педаль в пол, очень-очень бодро заграняется Ренглер. К сожалению, у нас нет возможности нормально измерить его динамику, потому что очень скользко, но даже в таких условиях из 8 секунд легко он выезжает. Правда, мне не очень нравится, как этот автомат дружит с двигателем, потому что заметные запаздывания. О, едет еще один Ренглер, меня поприветствовал. Вот оно тоже, да, друзья, братство. Когда ты едешь на такой машине, любой владелец аналогичный автоматически становится твоим другом, и это одна из немаловажных причин для покупки именно Ренглера. Ну и продолжу про минус, да, что коробка все-таки не очень хорошо дружит с двигателем, и точно рассчитать тягу не всегда удобно. Ну а если рассматривать эту машину с дальнобойной экспедиционной точки зрения, то я думаю, что это, конечно, не лучший вариант. Главный минус находится у меня за спиной. Это пространство в салоне, которого здесь очень-очень мало. Вот этот каркас, который держит на весны панели кузова, съедает очень много места. Организовать здесь полноценное спальное пространство, конечно, можно, но не слишком все равно это удобно. Неполноразмерный это внедорожник. Ну и, конечно, отсутствие комфорта. Я думаю, что любой человек, который готов купить Ренглер, явно ищет здесь некомфорта, и действительно он его здесь особенно и не найдет. Но надо отдать должное этой машине для рамного автомобиля с зависимыми подвесками спереди и сзади здесь очень-очень пристойно. Ну, прежде всего, потому что у нас не очень большие штатные колеса, вибраций неподрессорных масс не так и много. Да, машинка козлит, чуть-чуть пинается на острых стыках, но тоже терпимо. Главный раздражитель это все-таки акустика, потому что шумно, мотор лезет постоянно, ветер после сотни, колеса слышно, громкий автомобиль, и мне приходится громко вам это рассказывать. Ну, а по управляемости примерно такая же ситуация, как с комфортом. Естественно, искать ее здесь не стоит, но опять-таки для рамной мостовой машины, на удивление, здорово. Тем более, что этот мотор как-то незаметно постоянно разгоняет рейнглер до скоростей, с которыми джипы, как правило, не едут. И вы знаете, я попробовал это на полигоне. Примерно до 150 км в час серьезных проблем с управляемостью, напрямую, естественно, я не наблюдаю. Да, машинка чуть-чуть плавает, требует некоторых подруливаний, но вот сейчас мы едем по переметенной дороге, и я спокойно управляю этим автомобилем одной рукой, что, например, с Ульяновским Патриотом, ну, практически невозможно. Ну, а в итоге я в любом случае приветствую то, что рейнглер сохранил самого себя, что это по-прежнему бескомпромиссный внедорожник, к которому многие привыкли, у которого действительно много фанатов. Посмотрите на продажи в США. По-прежнему они достаточно стабильные и высоки, несмотря на то, что сейчас все потихонечку падает. К тому же не забывайте, что летом в ощущениях это совсем другая машина, когда ты снял секции крыши, когда ты убрал эти двери, но там удовольствия от него гораздо-гораздо больше. Сейчас зимой, конечно, поблекла харизма рейнглера, заметно, что не для таких совершенно условий он был создан. Но в любом случае, короткое знакомство с этим автомобилем мне было в радость, однако, честно говоря, не готов я с ним разделить свой дальнейший путь. Немой это вариант, но, тем не менее, я готов рассмотреть короткобазный рейнглер, трехдверный, в качестве альтернативы, например, УАЗу. Если взять машину предыдущей или даже позапрошлой генерации, подготовить ее соответствующим образом, я думаю, что это будет тот рейнглер, который действительно должен быть. Ну а в таком виде, извините, не очень понял. Ах, кто бы мог подумать, что Defender окажется настолько круче, чем рейнглер в условиях зимнего бездорожья. Для него, в целом, мы не смогли найти препятствия, которые бы он не взял. Да, здесь, наверное, более цепкие покрышки. Это Conti Ice Contact 2, шипованные на рейнглере Хакапеллита. Там же шипов осталось поменьше. Но здесь мы не прибегали ни к каким чит-кодам. Давление здесь абсолютно асфальтовое. 2,4 атмосферы спереди, 2,6 сзади. Но, тем не менее, это вообще никак не останавливало Defender. Фантастическая проходимость вот на таком бытовом, скажем, уровне, когда человек куда-то где-то съезжает, то он будет поражен тем, что остановить Defender невозможно. Честно говоря, я впервые встречаю машину с такой выдающейся, не побоюсь этого слова, настройкой управляющей электроники. Здесь есть честная межосевая блокировка, честная задняя межколесная блокировка. И впервые в системе Train Response появилась возможность выбора ручной программы, где вы можете просто все это заблокировать и ехать. При этом у вас все равно еще остается помощь передней имитации межколесной блокировки. Очень-очень здорово. И вы знаете, окей, Рейнглер может быть такая машина, у которой электроника не самая совершенная. Там вся надежда на честные жесткие блокировки. Поэтому я позвал еще на полигон Land Rover Discovery четвертого поколения, у которого, по сути, предыдущая генерация Train Response. Я ожидал, что это будет та же самая машина, только ее можно купить вдвое дороже. Действительно, я так думал, потому что, честно говоря, салон-трансформер Discovery 4 очень мне нравится. Там все складывается в ровный пол, там есть возможность семиместный интерьер заказать себе. Плюс к этому там просто больше отделений для мелочей, крупнее дверные карманы, как я вам говорил. Ну и материалы тоже поинтереснее. Но когда мы спустили Discovery 4 в тот же самый карьер, он тоже не поехал. Все это было очень похоже на Wrangler. Тоже пришлось уронить давление в колесах ниже, чем на 2 бара. Но все равно там Train Response живет себе на уме, настроен совершенно не так. Здесь сама по себе Train Response стала работать гораздо лучше. И все режимы, которые теперь выбираются не отдельным пультом, а нужно нажать клавишу и вращать колечко, которым мы, как правило, регулируем климат-контроль. Так вот, каждая программа, грязь-колея, снег, песок, камни, она стала лучше и прогнозируемее. Мы действительно теперь понимаем, что же делает эта электроника. Она не ограничивает обороты, дает хорошую пробуксовку, тогда как Discovery 4 внезапно дает хороший первый импульс, затем электроника его прихватывает и машина останавливается. Самые злые программы – это грязь-колея и камни. В грязь и колее больше пробуксовки. Камни – это очень-очень жесткая блокировка для того, чтобы лазить именно по тем самым камням и скалам. Но я, честно говоря, поражен. Плюс к этому пневмоподвеска. Ни одного глюка мы не поймали. Машина сама поднимается в внедорожный режим по нажатию клавиши. Но при этом, если днище касается грунта, она тут же приподнимается еще раз. Мы смогли вызвать пока только первый поднятый режим. Сейчас я покажу вам его фото. Поверьте, этого хватает, потому что в нем под силовой защитой картера получается больше 30 сантиметров дорожного просвета. 30, друзья. Фантастика. Но Discovery 4 мне показалось мало, потому что все равно возникли сомнения, может быть, та хокопелита, которая стояла на диско, она тоже не дает такого сцепления с дорогой, как этот контик. И я нашел джип Grand Cherokee самого последнего поколения на точно таких же шинах, как у этого Defender. К тому же у джипа две жесткие блокировки, которыми управляет электроника, и пневмоподвеска. Абсолютно такой же арсенал, как у Defender. И действительно, Grand Cherokee едет. Но не так он едет, как Defender. Значительная разница. У Grand Cherokee и высота подъема кузова совсем не та, и работа программ электронных не такая. Там мне больше понравились камни, потому что в них все-таки имитация самоблока переднего, она очень-очень хорошая. Машинка хочет ехать, действительно, получается у нее, но Defender просто круги вокруг нарезает. Я не знаю, как им это удалось, но не стоит думать, что это Discovery 4 в другом кузове. Абсолютно другая машина в том, что касается проходимости. И когда я выбрался из этого карьера, в очередной раз я подумал, что у меня очень-очень интересная работа, потому что, смотрите, как только этот Defender появился, мне он стал очень интересен. Я люблю машины подобного формата, и, возможно, в будущем я бы свой Land Cruiser 100 на подобную поменял, но для этого надо было его проверить. И сперва, когда я ходил снизу под днищем, все это наблюдал, мне казалось, нет, это не та замена абсолютно. Но когда я на этой машине поездил, и понял, что действительно геометрии практически всегда хватает, зацепить этими мощными рычагами и леднищем, ну, сложно на самом деле, если грамотно выбирать маршрут, даже в таком заводском исполнении, без какого-то дополнительного лифта, настолько велик дорожный просвет, что все очень хорошо. Поэтому я буквально за полчаса вроде бы как и разочаровался в машине, а затем полюбил ее настолько сильно, что, ух, держите меня. А когда выбираешься на дороги, даже разбитые, первое, что отмечаешь, это подвеска. Впервые встречаю настолько классную настройку пневмостоек, которые действительно работают, которые не бьют на острых неровностях, которые гасят все крупные волны с очень-очень хорошей энергоемкостью. Эта машина позволяет как и медленно катиться по убитой дороге, без острой встряски, так и лупить на все деньги. Очень-очень классная настройка. Надеюсь, что с надежностью будет тоже так же все классно. Потому что, к сожалению, даже 10 лет стажа в автожурналистике не позволяет купить мне такую машину новой. А я уже очень хочу ее себе купить. Теперь осталось разобраться с силовым агрегатом. В целом, мне нравится, как едет эта связка двухлитрового турбодизеля и восьмиступенчатого автомата. Да, чуть задемпфирован отклик на педаль газа. Проходит секунда-полторы. К этому надо привыкнуть. К сожалению, нет дополнительных режимов, что довольно странно, учитывая то, насколько совершенно здесь ездовая электроника. Хотелось бы иметь, конечно, и по мотору разные режимы, и по той же самой подвеске. Может быть, чуть покомфортнее, чуть пожестче. Хотя, окей, подвеска и так работает круто, но вот двигатель, я бы его взбодрил, потому что перевод автомата в спортивный режим, он на самом деле не сильно меняет. Отклик-то все равно у вас с запаздыванием. По динамике Defender абсолютно подтвердил все заводские показатели. У нас получилось 9,1 секунды до сотни. В целом, его хватает, но те, кто привык к трехлитровым дизельным внедорожникам, они захотят трехлитровый дизельный Defender. Благо, что такая версия есть. Управляется Defender спокойно и понятно. Не стоит думать, что здесь будут какие-то откровения, но здесь можно отключить систему стабилизации на верхнем ряду, в отличие от Discovery и от того же Rangler. И мне понравилось, как эта машина скользит. Инерционный занос очень прогнозируемо развивается. Это значит, что все сбалансировано, все неплохо настроено. Под тягой опять же мешает большая задержка, потому что ты вроде бы машину выставил, нажал, проходит много времени. В общем, можно, но не так это все здорово, как могло бы быть, учитывая то, насколько доведены все остальные ездовые качества этого автомобиля. Усилие на руле, оно такое немножко вязкое, но тоже мне понравилось оно больше, чем пустой относительно рулю Discovery 4. И что важно, даже на самой убитой дороге на него и вообще не приходят удары. Он полностью изолирован. Я еще не сказал про шумоизоляцию. Она хорошая, не выдающаяся, потому что заметные после сотни аэродинамические шумы все-таки дизайн, это стилизованный под старые машины с практически вертикальным лобовым стеклом дает о себе знать, прежде всего уровнем именно аэродинамического шума. Но в остальном неплохо все заглушено, двигатель практически не слышно, покрышки тоже только на шершавом асфальте проникают в салон. И это ведь, несмотря на то, что здесь снизу никаких ковров, просто резина, резина и еще раз резина. Единственное, но очень важное, что мне не понравилось в езде на новом Defender, это настройки педали тормоза. Электро-гидравлический усилитель дает очень странный эффект. Педаль, во-первых, практически невесомая и очень-очень мощный прихват. То есть ты буквально шнурки положил, пытаешься как-то плавно дозировать, но все равно машина клюет носом. Очень хорошо это заметно на бездорожье, когда ты едешь медленно, хочешь что-то делать мягко, но тоже получается такое дергание. И да, я смотрел тот знаменитый видеоролик, когда на Defender ездили по Карпатам, там машина остановилась на склоне, водитель нажал педаль тормоза и внезапно действительно это видно по камере, что горят стоп-сигналы, но колеса начинают катиться назад. Да, это, конечно, пугающая на самом деле история. Она требует, безусловно, ответа от Егора Land Rover, что же случилось в тот момент с автомобилем, как этого не допустить, может быть, в алгоритме Terrain Response что-то не так. Но в любом случае согласитесь, что от честного внедорожника, который может очень многое, как мы уже выяснили, вне асфальта, такого удара в спину очень не хочется получить и ожидать тем более. Но даже в таком виде я готов признать, что Land Rover Defender – это мой автомобиль года 2020. Мне очень жаль, что он сейчас не успел в рейтинг-теста в тревью, потому что поздновато начал продаваться. А второй, кстати, автомобиль года, если вам интересно, это Toyota Yaris GR, который пока официально в России нет, но надеюсь, что будет. Ну, как минимум, трехлеточки-то точно начнут завозить. Спасибо, друзья, что смотрели. Мне кажется, год мы начинаем с одного вообще из самых интересных тестов, которые нас, в принципе, ожидают в ближайшее время. И теперь я точно знаю, что Defender – это один из самых универсальных и способных автомобилей на планете. И вы знаете, мы часто пишем про компетенции автозаводов или людей. Так вот, количество компетенций, которые упакованы в этот стильный и симпатичный кузов, мне кажется, максимальное на рынке. Не забывайте подписываться на канал, обязательно прочитайте этот тест в печатном издании или у нас на сайте. Там будет много цифр и еще масса интересного. Увидимся. Удачи!